Итак, значит, где-то в 2014 году в интернете товарищи из одной скандинавской страны, Швеции, сделали сервис, который называется Mopil.recom Он предназначен для того, чтобы люди, пользователи сами составляли панорамы улиц, примерно подобные тому, что было у предыдущего докладчика Смысл там в том, что люди снимают все подряд на смартфоны или планшеты, получаются фотографии, в них записываются направления съемки, координаты И потом получается фотограмметрия, все фотографии собираются на одном учеб-сервере, делается большой локоточек и между фотографиями можно перемещаться Фотография распространяется под лицензией CC-байса, в начале была закрытая лицензия, потом осмеры уломали создателей, чтобы открыть эти данные для обрисовки в OSM В общем, сейчас их можно обрисовывать Ну, вот тут на сайте пример, что получается из обычных фотографий Ну, у обычных фотографий проблема в том, что маленький угол обзора, все-таки видно плохо Вот, и недавно, в последнее время появились дешевые бытовые панорамные камеры Сейчас я ее найду в кармане, она маленького размера Она дешевая Да, значит, это новое устройство, они появились где-то в продаже примерно полтора месяца назад Камера называется Ricoh TETA-S, вот такого размера Модели, в общем, она выпускается уже где-то года два Они две модели, да? Что? Две модели их вроде Ну, да, там две или три модели, в общем, последняя модель, у нее стало более хорошее качество изображения, чем раньше И теперь ее можно использовать для съемки Так, тут два объектива только, да? Да, значит, тут два объектива Такой репик глаз мощный, да? Да, да, похожий на первые глазки Чуть-чуть больше 180, насколько я помню буквально Чтобы легкое-легкое перекрытие было и корпус не по этому, вот такой был Ну, там ускажения преимущественные будут здоровыми Нет Ну, потом все пересчитываются, нам без значения качества А, там со сферой они подойдут? Да, конечно Со сферой камеры Да, да, есть способ, что такие фотосферы Они делаются со смартфона, но там Проблема в том, что все тормозит, все перегревается И за день можно штук 30 снять не более Сначала пользователь перегревается, потом он умирает Это у тебя TETA-S, да? Да Ну, вот именно ее губ там и полагает Значит, стоит она, в общем, я ее купил месяц назад за 24 тысячи рублей с доставкой И вот сейчас, буквально в это воскресенье в Москве стало тепло Стало можно ездить на велосипеде И я придумал способ, как крепить ее на велосипед Какой-то Аляфин студию Сейчас Ну, вот тебе Потографии я делку сделал, я ее, поэтому я покажу это на примере А велосипед у тебя тоже купил Значит, для этого нужен Тоже в кармане У которого есть вот такие лямки сбоку Нужен самый дешевый штатин, в котором покупать Где-то 800 рублей стоит Он цепляется вот за эти рамки Затем берется Изолета Да Синее Нет, изолета нужна черная Потому что у этой камеры у нее лампочки По корпусу И они все время привлекают пешеходов Поэтому лампочки я заклею У меня чуть-чуть более серьезный вопрос А чем ты свой тангаж меряешь? А тангаж, значит, в этой камере Все уже встроено? Да, там встроены эти акселерометры И поворот исправляется при постобработке То есть он ее по горизонту левелит сам Да Правда, по постобработке Нужно пришлось написать сама Извините, давай Машинскую пустую Машина, но Система Где-то Ун-Лен-Лен Ун-Лен, да? А ты сказал 25 лет, да? Хочу разнопорядок посчитать Сейчас Велосипед Там правильнее сравнивать скорее с Яндексовой Угловой машиной И вот с этим Угловым чемоданом За спиной По весу и по стойке Значит, вот так вот она одевается Вот И Я, значит, сажусь на велосипед То есть И она Получается Аппетит получается Выше главы Если вы видите этого человека Вот Не пугаетесь Он свой Он свой уже Вот что получается Пятерочка То есть В надире занята Довольно малая часть изображения Вот И Вот Можно вот так перемещаться И использовать эти данные Для облицовки в ОСМе Ну, честно говоря Практический смысл Я покажу Только такое Что можно ездить по лесу И Записывать Качество велосипедных дорог Которые не видно Со скудникового снимка Вот Потому что, честно говоря В Москве Все это проще Все данные проще Получить с панорам Яндекса И Или Или Если обойти пешком Провокационный вопрос Для качества дорог в лесу Не хватает ли тупо камеры Смотрящий Вот Что я неоднократно делал Ну С этой гораздо лучше видно Интереснее Качество дорог Не, интереснее без спорта Это вообще 25 тысяч потратить Обычно камеры снимают только вперед А с этой камерей еще Перекрестки видны А вертки есть? Верхки есть или нет? Да Волки виды Да Тут Там полная Полная сфера Да, вот Раскрывай фото Детейлс Что там написано? А разрешение какой развертки? Разрешение Сейчас Нет Там где-то 3 на 4000 пикселов Примерно Вот Значит С камеры Выходит Изображение В формате Google Фотосферы Это Значит Картинка Формата 1 к 2 В ней записаны Координаты И Направление Съемки по компасу И И Оно не кубик Значит Зимит на дир Сильно с искажением Да Вот Значит Такая Большая Программа Которая Называется Хугин Это что-то типа Кукиса Но для панорамных фотографий Значит В ней есть утилита Которая называется Nona.exe Вот И в эту утилиту Можно передать Данные акселерометра Которые записаны В этой камере Вот И И На вход Купик И И Оно Эту панораму Аккуратно От левеля Да Пришлось написать скрипт Который Прогоняет Эти фотографии Через эту Тилиту И на выходе Получается JPEG Который Можно грузить Например на фунитер То есть Тот же самый Один к двум Но уже Да Проблема Какая Во-первых Привязывать их Приходится почти вручную То есть Я их привязываю К GPS треку То есть Трек я пишу Отделенно Гармин Потому что У его дешевого Спартфона Плохой GPS Вот А у Гармина Качество трека Более точное Кроме того Приходится Вручную почти все Фотографии сдвигать Чтобы они не попадали На дома И В-третьих Приходится Перемещать По треку Вперед-назад И Ещё Проблема С компасом У неё Собственного GPS Нет GPS И тем не менее Я не понял В чём проблема С привязкой к треку При синхронизации часов И всего Проблема в том Что трек Трек гуляет Да Не точно записывается трек На сам Гармин Я вот хочу Что первое Попробовать Это антенну для Гармина Попробую ещё Из своих Могу тебе потом И чиселки поделиться Я пробовал сравнивать Телефон Который лежит В кармане у тела С Телефоном У которого Пусть и старенький На скайсерфе третьем Но вынесенный По-моему На голову Телефон 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 Возьми дешёвый Телефон Но вынеси его От себя А если подороже Ресивер возьмёшь Может ещё Телефон 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 Вот если я приобрету инструменты, но учусь ими пользоваться, то, может быть, тогда смогу одновременно снимать и заряжать. Ну вот если его надо где-то купить, найти. Вот 4000. Она как-то выстится в России или эта серая? Я ее покупал на Амазоне и заказал доставку через бандерку. А, то есть в России нет в России? Официально нет. То есть я ее официально купил на Амазоне. Вообще законно ее в России использует? Сколько раз тебя снабжали? Нет, это обычный фотоаппарат. Фотоаппарат? Так же как в милиции. Она никаким скрытым известным, по-моему, не относится. Потому что не похоже на камеру. Это органы. Это органы. Ты когда проедешь где-нибудь с этой камерой, ты потом смотришь, кто тебе в спину смотрел? Ну да, все почему-то смотрят. Но в принципе если ищешь на велосипеде, то всем все равно. Ничто не отливай так знать. И что у нее интересного есть в XIF. Еще один день. Где у него будет цель? Опять вот когда лихаться. А там автомат, естественно, да? То есть она ловит само изменение освещенности, когда ты с тенью свет перейдяешь, она сама подстраивается. Да, все как на обычном фотоаппарате. Значит у нее из особенностей. Во-первых, качество изображения все-таки хуже несколько, чем на серьезных панорамах типа Янекса или Ятус. Второе, у нее объектив дает сильную хроматическую аберрацию. Вот тут не видно, но эти лиловые контуры вокруг веток деревьев. В-третьих, у нее что хорошо, объективы светосильные, то есть поскольку он большой, на нее попадает много света, то есть выдержка все время очень маленькая. И ночью тоже можно снимать. Но в-четвертых, у нее шумности все-таки сильные, поэтому ночью снимать все-таки можно, но некрасиво. Ну вот вкратце и все. Для бытового аппарата. Да, да, это именно бытовой аппарат, им можно снимать на Mapillary для таких бытовых сцен и опрессовки в OpenStreetMap. Этим летом я надеюсь покататься на велосипеде по Люберцам и Дзержинскому и затегировать дороги в лесу. Да, Люберцы последний снятый снятый снятый. Береги себя. Я слышу, что ты пытаешься использовать для маппинга. Ты что-нибудь еще занимаешься на маппинге или остановишься на маппинге? Собираешь газу и там все такое. И тогда все, оканеченец у нас будет на маппинге. Не, ну на самом деле, немного еще применения. Я хочу, например, пост отснять вот те районы Москвы, где снятые хрущевки для истории. Чтобы походил вокруг или поездил на униципеде, поснимал. А потом, через год, когда все снесли, уже интереснее. Камера еще может снимать видео. Видео можно выкладывать на YouTube. На YouTube там также можно крутить. Ну, а что я себя. А, ну сейчас его замерзну, сейчас его покажу. А на самом деле, мне кем надо. Да, не трехмерное, конечно. На румянцу, по-моему, нужно снимать. Но это не видео было, это фото. Видео, не видел. Прямо в этом я снимал. И крутишь в любую сторону. Можешь и вижу. Я только так ролик этого заходил видел. А что? У нас целый клип был. Так это Артем снимал. А звук тоже пишет. Это я снимал на кассетную камеру. Значит, вот это самое хорошее демонстрационное видео. Оно показывает то, что при позднем работе камера автоматически выравнивает горизонт. То есть можно камеру так повернуть. А картинка будет все равно такая вертикальная. Я его перевернул вверх ногами и засунул в дырку. В дырку. В дыркат. Давайте догадаться, что это было. А у нас там банка. Целая банка. Трехмерное селфио. То есть, в принципе, такую камеру можно использовать, например, для ручного картирования заружений, например, метро. Вот, например, видна планировка типовой квартиры. Артём, это до того, как вы оградили эти выпусы? Там уже всё на предыдущий день вынесли, там ничего интересного уже не осталось. А вы надеялись. А есть какой-то топ клиент-гьюер, который может всё показывать? Ну, в оффлайне просто, если у меня там ноутбука включают. То есть, как я могу это всё посмотреть? А, в оффлайне? Есть, в принципе, клиенты, которые это показывают, они на JavaScript. То есть, честно говоря, я таких не знаю. Сейчас всё это отстроено только через интернет. То есть, это надо грузить, чтобы потом посмотреть, а там на YouTube? Ну, сейчас, да, обычно всё только для... Пока только так используются. Технология новая, камера только месяц назад появилась, программа... То есть, у неё в комплекте нет, там, грубо говоря, диска с Vue, нету? Да, у неё даже такое же... У неё, например, такое будет, что, например, я её купил. Она при съёмке, когда нажимаешь кнопку, она издаёт звук. В общем, звук ни одной программе отключить было нельзя. Его можно было отключить через API. То есть, у камеры есть REST-интерфейс. Камера раздает Wi-Fi. Коннектишься к Wi-Fi, заходишь на определённый адрес. Он принимает REST-запросы. Отправляешь запрос, чтобы выключить звук. И она, таким образом, изменяется настройки. А сейчас, я вот вчера залез, там эту настройку вынесли, наконец, в дефолтную программу. То есть, они прям тоже там всё закончили по пальцам? Да. В общем, новая технология совсем где-то вот... Вот буквально месяц назад всё появилось. То есть, ещё, я думаю, много будет изменений в программах. Ну, может появиться много новых способов использования вот такой аппаратуры. Ну, и конкуренты появятся, наверное. Ну, да. Вот, в принципе, сервис Mobility, он, я так понимаю, делает примерно то же самое, что и вы за счёт этого монетизирования. Он предоставляет вот такие панорамы, там, отдельные репозиторики панорам для разных муниципалитетов заграничных. То есть, например, они там туда хотят сваливать свои фотографии со своих дорожных лабораторий. Когда ты прямо полученное с неё чем-то у себя смотришь, если... Вот нельзя эту тему, я так понял. В этом вопрос. До заливки на YouTube ты это видео можешь как-нибудь посмотреть? А, у неё есть... А, нет, да, есть одна программа, но она простая совсем. То есть, на катюнителе можно смотреть. Сильно вот YouTube этот ролик зарезает? Нет, не сильно. То есть, качество видео у неё, честно говоря, плохое. Ну, просто освещенность плохая, но под таком свете-то что-то... Да, да, да. У неё проблема ещё динамический диапазон маленький. То есть, если сравнивать зеркалку. То есть, если, например, её поставить днём на подоконник, то будет всё либо... То есть, одна половина будет тёмная в здании, другая половина светлая за окном. Ну, это вопрос там... Несколько лет, и всё будет... Ну, да, это именно... От матрицы зависит также, как на этом аппарате. Если мы найдём десять таких, как ты, за сколько вы Москву знаете? Примерно хотя бы в порядок. Месяц, два, неделя. Неделя. Это, во-первых, это ещё никто не проверял, потому что у камеры, во-первых, есть проблема с энергетикой, это раз, то есть... Энергетика. А может быть маршруты камеры с маршрутами машин пересекались? Да, мы просто снимали в той резоне видео. Да. Во-вторых, у велосипеда тоже... Если снимать велосипед, то тоже нужно сделать ограничения. То есть, я ездил со скоростью десять километров в час, не больше. Полевый плац 7к, да не получится. По правой тоже. Да, то есть имеет смысл на велосипеде ездить в те места, куда не заедут машины. Например, какие-нибудь тесные дворы, это дворы-колодцы, тем как в Питере, это разные парки, неофициальные проходы за гаражами, Дырки в заборах хорошо, неофициальные, потому что есть объекты, его нужно занести на карту.